Латвия Зиннис, независимое русскоязычное издание Латвии. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Подозреваемые в убийстве застреленного брызок на бизнесмена Андриса Любке разжигают национальную ненависть, чтобы косвенно уменьшить свою вину, говорится в заявлении семьи погибшего. Это откровенная попытка повлиять на правоохранительные органы и даже суд, заявил сын убитого брызок на 17 ноября бизнесмена Лаурис Любка. Он подчеркивает, что в семейной компании «Лосайны» почти 80% работников русскоязычные, а также есть и украинцы. Возможный запрет на пребывание в Латвии для машин с белорусскими госномерами может стать ударом для тех, кто убежит от репрессий режимом, заявила руководитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Светлана Тихановская. Она отмечает, что лучше усилить проверку людей на границе, но не запрещать белорусам въезжать на личном транспорте в Латвию. Поддержка заемщиков ипотечного кредитования запланирована в размере 30% от процентных платежей, но не более 2% пунктов от текущей процентной ставки. Компенсацию процентов по кредиту не получат те заемщики, у которых кредиты с фиксированной процентной ставкой. Сбор будет администрировать служба госдоходов. Услуги палеоативной помощи по месту жительства умирающих пациентов в Латвии все еще не введены. В усеченном виде их должны были начать оказывать с 1 октября, но из-за оспоренного конкурса введение нового сервиса откладывается. Сейчас планируется, что оказывать помощь умирающим начнут с 1 января. Первая поездка на новом электропоезде состоится в середине декабря по маршруту Рига-Дублты-Рига, рассказал министр сообщения Каспар Бришкенс. В настоящее время в Латвии имеется 18 новых составов электрифицированных поездов, и к концу года ожидается, что их будет 20. Обустройство парка на улице Сканстес в Риге подорожало до 21,5 миллиона евро. Заплатить сверх запланированного придется 2 миллиона евро, заявляют в Рижской думе. Однако доплатить придется не 2 миллиона, а 9,5. Экс-мэр депутат Рижской думы Март Эйнштагес говорит, что стоимость проекта выросла на 2 миллиона. Но если посчитать потерю денег еврофондов, то набегают 9,5 миллионов евро, которые придется заплатить рижанам. Чтобы получить льготы по налогу на недвижимость в Риге в будущем году, жильцы должны зарегистрировать свой официальный электронный адрес или дать согласие на электронную связь с Департаментом финансов Рижского самоуправления до 1 января. Электронный канал связи должен быть активен в течение всего налогового года. Оппозиционному депутату Айнеру Шелессерсу за неоправданное пропуск заседания парламента будет вычтено 20% из месячной зарплаты. Свидетельствует проект постановления Президиума Сейма. Неоправданным признан пропуск Шелессерсом заседания парламента 5 ноября. Завтра, 29 ноября, с юго-востока Латвия начнет пересекать обширная зона осадков. Снегопад продолжится и в четверг. Толщина снежного покрова на большей части территории страны увеличится на 10-15 сантиметров. На юго-западе осадков будет меньше. В выходные дни ожидается небольшой снег. В прибрежных районах осадков будет больше. Латвия Зенес – независимое русскоязычное издание Латвии. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.